Боже, что стало с моей мумией? Если спать в проклятом саркофаге, то Сим станет мумией. Давайте проверим, правда это или нет. Передо мной стоит очень сложная задача. Создать персонажа, который сможет спать в саркофаге несколько дней. Как же он должен выглядеть? Вы, наверное, понимаете, что саркофаг расположен вертикально. То есть, персонажу придется спать стоя. Разве это вообще возможно, спать стоя? Хотя, если ты слишком сильно устал, то можно просто вырубиться. Я, получается, должен создать какого-то зомбака, который сутками напролет вообще не отдыхал. Как же мне создать такого персонажа? О, у него уже растрепанные волосы, можно даже не менять. Я бы хотел сделать ему, знаете, синяки под глазами. Придется, наверное, воспользоваться косметикой, потому что здесь вряд ли синяки. Вот, наверное, вот это нам подойдет, ребята, посмотрите. Как это забавно выглядит, это вообще не похоже на синяки. Синяки не такого цвета, наверное, вот такого, я думаю. Вот, это уже более реалистично. Правда, они должны быть под глазами, а не вокруг глаз. Давайте мы еще поменяем брови, чтобы у него был очень такой грустный взгляд. Размещение бровей. Нет, мне кажется, это не подойдет, потому что это какой-то жалобный взгляд, который просит о мягкой кроватке. Ой, я знаю, что нам еще поменять. Это размещение уголков губ. Вот теперь он по-настоящему грустный персонаж. По поводу его одежды. Мы, наверное, будем подбирать ему именно ночное белье, потому что он все-таки будет спать. И в саркофаге, я думаю, что очень жарко. Но опять же, там все так твердо. Может быть, мы наденем какой-нибудь халат, чтобы ему было помягче там спать. Тапки обязательно. Сегодня нам понадобится два кода. Первый это код разработчика. В Sims 3 он выглядит вот так. Ну и, конечно, код, который открывает отладку. By the bug. Заходим в отладку и ищем здесь проклятый саркофаг. Это, наверное, самый легкий способ, чтобы добыть этот саркофаг. На самом деле, нужно будет искать его фрагменты, потом его собирать. Это все очень долго. Но, к счастью, у нас имеется отладка, и этот саркофаг выглядит вот таким образом. Очень зловещая штука. Я бы даже не хотел приближаться к такому саркофагу. Но давайте я на наглядном примере покажу вам, как можно будет его собрать. Давайте представим, что мы отправились в гробницу, чтобы найти фрагменты саркофага. Давайте купим сундук Дзинь-Зу. Такое нам точно подойдет. Сразу две штуки. Я выберу здесь пять предметов сразу. Вы нажимаете Shift-Control, потом на сундук, и можно вот выбирать различные взаимодействия. Составляющей сокровища этого сундука у нас будут, конечно, фрагменты проклятого саркофага. Тут есть фрагмент саркофаг королей. Может быть, это то, что нам нужно? На самом деле, в игре присутствуют два вида королевских саркофагов. Один вот такой проклятый, а другой благословенный. Что нам попадется в этом сундуке? Давайте посмотрим. Это пять частей саркофага с частями мумии. Зачем нам части мумии нужны? Мы уже это смотрели в предыдущем ролике. Ну, давайте восстановим, посмотрим, что же это за саркофаг. Вот так вот Сим собирает саркофаг своими руками. И в итоге у нас получается проклятый саркофаг. Вот так, ребята, всё легко и просто. На самом деле, вам придётся всё это искать в гробницах. Не один день, если, конечно, вы не везунчик. А можно ли таким образом собрать благословенный саркофаг? Или нет? Давайте посмотрим. В этот раз нам попадается тоже проклятый. Ладно, давайте мы сразу тогда купим благословенный саркофаг, чтобы показать вам, чем они вообще отличаются. Ну, сразу видно, что от этого саркофага веет добром. Добро и зло. Как мне написали в комментариях, что если мумия будет спать в благословенном саркофаге, то она станет человеком. Это, конечно, тоже стоит проверить, но сначала давайте отправим нашего Сима спать в саркофаге. Переодевайся в свою пижаму и отправляйся там спать. Я не представляю, как он будет там это делать. Смотрите, он открывает саркофаг. Реально, там же вообще невозможно спать. Что это за условие? А куда будет поступать воздух? Он же там закончится. Все, он спокойно пошел спать в саркофаге. Посмотрите, его это совсем не волнует. Сколько дней нам надо спать в саркофаге, чтобы он в итоге стал мумией? Как вы думаете, ребята? Скоро мы это узнаем. Мой персонаж уже выспался, но с ним, кажется, ничего необычного не произошло. Даже никаких оповещений не было. Лучше нам понизить бодрость и снова его отправить спать в этот саркофаг. А могу ли я как-то с помощью таба заглянуть в этот саркофаг и посмотреть, что он там вообще делает? Он реально там стоит просто или как? Он, ребята, просто исчез. Его здесь не существует. Видимо, это портал в какой-то иной мир. По-другому я это объяснить никак не могу. Чтобы вы понимали, бодрость повышается очень-очень медленно, потому что там ужасные условия. Хотя для мумии самое то. Правда, мумиам спать уже не нужно, так как у них нет бодрости. Возможно, из-за того, что они спали тысячу лет. Он получил навык спорта, пока спал в этом саркофаге. Мне кажется, я понимаю, почему развивается навык спорта, потому что он все время стоит. А это очень сложно. Я никогда таким образом не получал мумию. Обычно я создавал специальное зелье в Sims 3, естественно, и превращал персонажей в мумий. Но такой способ намного интереснее. Вы, блин, сможете своего игрового персонажа таким способом превратить в мумию. Наверное, такие саркофаги еще находятся где-то в Египте или в других странах, и вы то что можете спать. Нам нужно спать именно ночью, чтобы все это сработало или как? Или какое-то определенное время? Скоро мой персонаж уже выспится. И что у нас будет в этот раз? Он спокойно отсюда выходит, и появляется какое-то оповещение. Маркус чувствует большую силу. И еще какое-то странное ощущение. Офигеть, ребята, он накачался! А можно и мне так? Нас предупреждают о том, что с ним происходит что-то очень странное. Готовьтесь, ребята, у нас будет накачанная мумия. Как он за одну ночь так накачался там, я не понимаю. Получается, это уже у нас будет вторая ночь? Может быть, в следующий раз он уже выйдет мумией. А знаете, в чем еще плюс? У него не понижаются другие потребности. Оказывается, спать в саркофаге очень выгодно. Это что-то наподобие гроба в Sims 2, где спали вампиры. Ну и в Sims 4 точно такая же схема. Там вы можете отправить своего вампира спать вечно в гробу. Обратите внимание, что ему осталось 16 дней до взросления. Так, ребята, скоро он уже выйдет из саркофага. Сейчас узнаем, что с ним в итоге произошло. Он все так же останется человеком или уже... Выйдет мумией! Ребята, он стал мумией за две ночи. Маркус не может сопротивляться проклятию и превращается в мумию. Ребята, посмотрите на это. Это и вправду работает. Накачанная мумия в Sims 3. Давайте пройдемся немного по мумии. Во-первых, мужчины и женщины отличаются по цвету повязки. Также у них у каждого свой цвет одежды. Мумии живут очень долго. Посмотрите, целых 100 дней до взросления. Ну и самый большой плюс мумии в том, что им не нужно ходить в туалет, а также спать. То есть у них будет очень много энергии и времени. Ну а самый большой минус в том, что они медленно передвигаются. Невыносимо медленно. Боже, что стало с моей мумией? Вот это ее закрутило, конечно. Также они имеют особенный голос и рычание. Два дня, блин, поспал и уже стал мумией. Следующий минус мумии в том, что они не могут размножаться, потому что у них там давно уже все отсохло. А это очень жаль, потому что было бы здорово устроить династию мумий. Дети не могут стать мумиями. Игровые мумии не могут проклинать других персонажей. Это могут делать только не игровые. Меня это очень расстраивает, потому что было бы здорово наложить проклятие на своего соседа. Но я уверен в том, что фанаты игры уже давно сделали моды, которые позволят вам накладывать проклятие на других симов. Я даже делал различные эксперименты с этими мумиями. Если, допустим, у вас есть бабушка и дедушка мумии, то тогда внук может родиться мумией. Но свои способности он получит только в молодом возрасте. Если вам интересна эта тематика, то ссылка будет в описании. Почему-то у мумии только в основном одни минусы. Следующий минус заключается в том, что они очень быстро возгораются. Давайте поставим сюда переносную тигельную печь и посмотрим, как это вообще происходит. То есть мумии обычно достаточно просто зажечь огонь, и она уже воспламенится от одной маленькой искры. Появляется мудлет, трусишка боится любого шороха, и время от времени у него перед глазами проносится вся жизнь. Давайте снова зажжем костер, ребята, вот об этом я и говорил. Мумия очень быстро загорается. А самое интересное это то, что она и быстрее горит. Вы не можете попасть в меню строительства и покупок, если у вас дома пожар. Тогда как я буду тушить мумию? У нас в этом доме даже нет душа. Что мне теперь делать, ребята? Как я буду спасать мумию? Видимо, вообще никак. Она просто сейчас сгорит. Это, ребята, ужасно, потому что я никак не могу ей помочь. Реально, что же мне теперь делать, ребята? Я не знаю. Только так мумия может очень быстро передвигаться. Ну еще бы, блин, когда у тебя горит зад, то ты не такое будешь делать. В этом городе вообще ни единой души, поэтому мы, ребята, обречены на смерть. А я еще хотел показать вам, как можно будет благословить мумию и сделать из нее человека. А что если мумия умрет прямо на дороге? За ней все равно придет смерть или нет? Давайте посмотрим. Мои симы еще ни разу не умирали на дороге. Офигеть, ребята, дорога может спасти ваших симов. Ну получается, теперь на нашем участке нет пожара. Я могу зайти в режим покупок. Я могу это сделать. Теперь я покупаю сюда душ, чтобы мумия могла здесь его принять и сбить пламя. Ну и теперь можно отправить нашу мумию спать в благословенном саркофаге. Посмотрим, как она превращается обратно в человека. И какие оповещения у нас появляются. Хоть мумии и не нужна энергия бодрость, она все равно может спать. Думаю, что пришло время разбудить нашу мумию. И теперь Маркус начинает более прочно ощущать связь с миром живых. Маркус чувствует бодрость и приток сил. Но давайте мы снова его отправим туда спать. Наверное, в следующий раз он уже выйдет оттуда человеком. Очень на это надеюсь. Мумии почему-то не повышают навык спорта, когда спят саркофаги. Это происходит только у людей. Вот такой интересный факт. И теперь он стал человеком. Свершилось. Маркус чувствует, как благословенный саркофаг королей, очищая тело. Маркус больше не мумия. Посмотрите, он вернулся в свое прежнее состояние. Теперь с ним все прекрасно. Подожди, никуда не уходи, пожалуйста. Посмотри другие ролики на моем канале. Также поставь лайк этому видео, включи колокольчик. С вами был Мустер Армунька. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok